И такая достаточно абсурдная. Почему? Ну, потому что он был так у Оскара Роберсона в свое время, начало 60-х годов. Ну, Адмса вывести, вывести Адмса, это тоже очень важное дело. Леврон. Шампер. Очень хорошо. Спинкой Шампер доигрывал сейчас, да, то есть он от Сабониса уходил. Нашел контакт, но Сабонис здесь не фалил. Вот Сабонис тоже молодец в этом отношении. Остается Иринг, Томпсон и Ричард Джефферсон. Леврон Джеймс сидит на скамейке запасных. Томпсон. Томпсон наверху. Томпсон, кстати, обыгрывает Адмса. И в очередной раз показывает, что он является, что ли, проблемой для команды Кливленд Каваллиэрс. Пусть лучше Рассел Весбург бросает. Если Весбург его обыграет, а он пытается вот по чесноку, что называется, защищаться против Рассела Весбурга. Так, и Сабонис должен попадать. И, в общем-то, большую пользу приносил. И команда была близка к тому, чтобы выйти в финал. И, наверное, если бы она тогда вышла в финал, она бы к Кливленду. И всего 13 очков остается разница. Так, полплощадки у Кайри Ирвинга на обыгрыш Роберсона. Но вот минус 2 у Рассела Весбурга по полезности и минус 8 у Виктора Алладипа. Шапперт из Джеймс забирает мяч. Джеймс против Роберсона. И Робертон... Да, ну, много действительно Рассел Весбург мажет. Тут даже с трудом можно вспомнить, когда он в последний раз забил. Леброн убирает Сабониса. И Джонсон нашел. С мячом тем временем Леброн. Простив снова играет Роберсон. Какой бы был трипл-дабл или победа в Роберсоне?